В пятницу 15 октября в нашей стране стартовала всероссийская перепись населения. В этом году она пройдет преимущественно в цифровом формате. На 33 вопроса переписного листа можно будет ответить в том числе с помощью электронных сервисов, таких как порталы госуслуг или МФЦ. Подробности в материале нашего корреспондента. Нынешняя перепись населения станет для нашей страны третьей по счету в современной истории и двенадцатой за все время. По традиции масштабная перепись проводится раз в 10 лет. Именно этот временной промежуток рекомендован международным сообществам и в первую очередь Организации Объединенных Наций, в которую входит и Россия. Перепись населения по международному признанию является одним из главных источников получения актуальной информации не только о численности проживающего населения в регионах, в стране, но и о качестве жизни населения государства. Получая эту информацию, государство имеет возможность скорректировать любые программы социально-демографического в первую очередь развития. Переписная кампания этого года будет иметь ряд особенностей. В первую очередь она будет отличаться практически полной цифровизацией. Так принять участие в переписи можно будет тремя разными способами. Во-первых, на портале госуслуг. Это можно будет сделать с 15 октября по 8 ноября. Для этого нужно лишь иметь актуальную учетную запись. Еще один способ – традиционная встреча с переписчиком, который придет к вам домой. Но есть и третий вариант. Можно прийти на переписной участок. Будут работать переписные участки на всей территории Тверской области. Их всего 380. В областном центре 126. В ходе переписи этого года будут использоваться три бланка. На первом – вопросы, касающиеся пола, возраста, гражданства, владения языками, место рождения, национальности, образования, нахождение в браке, количестве детей, источников средств существованию, занятости. На втором бланке у вас узнают тип жилого помещения, в котором вы живете, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства. Третий бланк – для временно находящихся в России иностранцев. В нем семь вопросов, в том числе о цели приезда в Россию и продолжительности проживания на территории страны. Вместе с тем, как отмечают эксперты, во время переписи населения могут активизироваться кибермошенники. Киберпреступники практически всегда пытаются использовать в своих схемах новостную повестку. В этом году принять участие в переписи можно через портал Госуслуг. Не исключено, что злоумышленники могут попытаться создать сайты-дублеры этого портала. Эксперт советует обращать внимание на адрес. Никаких дополнительных цифр или букв быть не должно. Злоумышленники часто не используют защищенное соединение для своих сайтов. Если в адресной строке браузера вы видите перечеркнутый замочек, то соединение не защищено. Также мошенники могут делать массовые рассылки для привлечения на фейковые сайты и продвигать свои ресурсы с помощью контекстной рекламы или в таргетинге. Словом, чтобы не стать жертвой злоумышленников во время переписи населения, следует быть предельно внимательным и следить, на какие сайты переходишь. Продолжение следует...